Всем привет, девочки мои! Не собиралась сегодня влог начинать, но начинаю, потому что сейчас ко мне должны в гости прийти сын с невесткой. Ну, они по делу придут, ну, заодно сядем, чаю попьем, поболтаем. И дочка должна подъехать, ну, я не знаю, она поднимется, там надо кое-какую бумажку ей отдать. Если она не спешит, может быть, тоже поднимется. Ну, в общем, что-нибудь, может, и поснимаем. Давайте, давай, повспоминай, повспоминай, где была двухъярусная кровать. Да, здесь была двухъярусная кровать. Я спала на втором этаже. Виталий спал на первом этаже. Очень любил спать, когда у него подушка вот так вот на нем. Не спор, как с чьих пор шпит? Если я на спине, то у меня подушка на мне. Да, всегда на нем, я житель. У меня на втором этаже вот здесь был большой шифонер. Я не знаю, вот сейчас я смотрю, и мне кажется... А еще халабуда у тебя на нем была сверху? Конечно, что места было больше, да, наверное? Да, мне казалось, я была маленькая, и относительно меня все было маленькое. Шифонер стеклянная, да, с этими хрустальными штуками. Да, стеклянная, хрустальная штука. А за хрустальной штукой что было? А халабуда была у тебя? Халабуда. Ну, я туда и залазила. Ну, там все дела валялась, там еще, прикалась, там где-то... Слушай, вела свой блог. Вела свой блог. Вела свой блог. Здесь и мы сто огромный ставили. Вот эта съемка, даже там по видео кажется, что очень много места. Тут еще диван был. Ты тут кудри свои вкрутила. Помнишь со стрелками? Помнишь, помнишь, да. Ну, вообще разложили туда стрелки, а вообще разложили сюда было, да. Ну, я же воображуля еще та была. Как я, как. На камеру повоображать. Ты тоже любишь. Я что-то так подумала, там ветерочек, но он как-то прекратился. Подул, подул. Что-то рождею еще не дошло. Что-то гремит. Ну, там все равно кратковременный дождь. Сегодня сильно не будет. Так, ну ладно, что, пообщаемся. Давайте, выключаем. Давай. Доброе утро, девочки мои. День следующий. Солнышко уже поднялось, а утром был туман. Ну, сегодня солнечная погода должна быть вроде 29-30 градусов, а сейчас уже 27-28, да, примерно. Ну, в комнате уже начинается духота. Я решила сварить картошечку и попробовать сегодня рыбку с кумбрией в баночке, которую я покупала. Хочется уже попробовать. Все, девочки, картошка у меня сварилась. Решила ничего не мудрить. Просто картошечку, помидорчик и вот эту скумбрию в растительном масле пресервую. Хочу открыть. Хочу открыть ее, покушать с картошечкой. Ну, покушаю и вам скажу тогда, как она. Девочки, ну вот я попробовала рыбку эту. Два больших кусочка съела и маленький-маленький такой кусочек. Ну, что я вам хочу сказать. Вот тем людям, кто не любит копченость, я, например, копченую скумбрию... Ну, вот как бы я скумбрию люблю. А именно само копчение, вот копченые продукты я не очень люблю. И вот для таких нелюбителей копченого то, что нужно вообще. Ну, пресерва это подразумевает. Знаете, даже напомнила мне на вкус немножечко, как, знаете, вот килька такая в пресервах, да. Но только здесь мало, конечно, костей. Оно такое жирненькое. В общем, кушается с удовольствием, девочки. Мне понравилось. Брала это в магнете. Сколько стоит, не помню. Но я думаю, что такое я буду брать еще не раз. Всем доброй ночи, мои хорошие. Девочки, мне уже не спится. Ну, я уснула вчера рано. Вообще, хочу сказать, на меня очень плохо действует вот эта жара. Вот то мы зиму не знаем, как прятаться от холода, да. Греемся, греемся. Самое время такое расцветающее, прекрасная температура, это весна. Когда я ходила по улице с удовольствием, смотрела, как расцветают, почечки набухают, цветочки расцветают. Вот это было классно. А сейчас наступила жара. У кого-то там дожди, ливни. В общем, лето наступило. Ну, уже один месяц лета, можно сказать, прошел. В общем, в такую погоду меня в сон клонит. И когда на улице жарко, в сон клонит. И когда я закрываю все окна, сплит включаю, в сон клонит. В общем, короче говоря, нету сил ничего делать. А отсыпаюсь днем. Ну, потом ночью тоже вот так вот просыпаюсь среди ночи. От того, что хоть и окна открыты, но как-то жарковато все равно. Не знаю, от чего. Ну, в общем, короче говоря, выспалась я уже. Проснулась, девочки. И думаю, что такое бы мне сделать. Я решила приготовить сейчас кекс. Вот этот кекс, который я покупала в магните. Ванильный кекс. Он без изюма. Изюмчик, я думаю, наверное, можно добавить. Ну, и там добавить нужно еще по способу приготовления. Там добавить еще нужно масло, яйцо и молоко или воду. Молоко есть у меня. И еще хочу сварить компот. У меня как раз еще остались замороженные зимы еще замороженные ягоды. Там черешня или вишня, что-то такое я готовила последний раз. Компотик очень вкусно получился. И сейчас пока ночь, пока не очень жарко, не очень душно. Я сейчас этим займусь. Ну, у нас, кстати, два дня последних еще полный штиль. Когда дует ветерочек, можно хотя бы устроить сквознячок и под этим сквознячком кайфовать. А сейчас нету ветра совсем. И, в общем-то, в комнате жарко. На улице вот сейчас ночью прохладно, а в комнате все равно как-то жарковато, душновато чуть-чуть. Ну, не душновато, но жарковато. Ладно, короче говоря, видео у меня это получается какое-то сумбурное. Я начала один день снимать, потому что ко мне внезапно дети нагрянули. Ну, так вот, в течение обстоятельств получилось. Дочка там по делу пришла, и сын с невесткой тоже по делу пришли. В общем, посидели, поболтали, чаю попили. В общем, нормально. Пообщались. И больше я в этот день ничего не снимала. А на следующий день, вот я только сварила картошечку, покушала рыбку вкусную. Кстати, очень вкусная рыбка. Для тех, кто не очень копченая любит. После этой рыбы, кстати, вот руки отмываются очень быстро. Нету запаха копчения. Мне вот эта рыба понравилась. И все. И больше я ничего не снимала. И просто легла, включила телевизор, легла отдохнуть и уснула. И целый день вот такой сомливый прошел. В общем-то, никаких не было таких срочных дел. Никуда я не ходила. И ничего не делала дома. Такая вот я лентяйка. Да, я лентяйка. Кто-то написал, что я лентяйка. Да, девочки, да, я лентяйка. Вот. Ну, все. Сейчас я проснулась. Вроде так вот чувствую себя пока бодренько. Думаю, надо что-то поделать. Вот то, что я хотела. Думаю, не буду покупать никаких сдобностей в магазине. Возьму, я сделаю сама этот кекс и компотик сварю. И будет у меня вот такой вот завтрак. Вот. Ну, а потом, что я буду делать, я еще и не знаю. Еще не придумала ничего. Ну, в общем, что придумывать. Будет, как говорится, время. Будут дела. И будем что-то делать. А может, ничего не будем делать. У меня вот этот вот влог такой ленивый получается. Так, может быть, и назвать его. Ленивый влог. Вот. Ну, ладно, девочки. Сейчас я достану масло. Нужно, чтобы масло было комнатной температуры. Такое немножко смягченное. И молоко комнатной температуры. В общем, достану, пока оно постоит в комнате. А я тем временем сварю компот. Девочки, на улице расцветает. 10 минут пятого. О, и петух кричит. Классно. Солнышко начинает уже где-то отсвечивать от домов. И тишина. Так здорово. У меня уже компотик закипает. Здесь черешенка. И я добавила малиновое варенье. Пару ложечек. Так, чтобы был немножко аромат малины. Вот. Ну, а тут я уже приготовила масло. 100 грамм масла. 130 грамм молока. И одно яйцо. Сейчас оно немножко постоит. Комнатной температуры, чтобы было. И потом начнем готовить. Так. Ну что. У меня вроде бы размягчилось. Все. Масло размягчилось. Очень хорошо. Добавим сюда яйцо. Я еще, девочки, замочила. Вот уже мне готовы замоченный этот изюм. Решила добавить изюм. Это уже такое от себя. Чисто. Так, ладно. Добавим уже молоко сюда. Я, честно говоря, такое еще не готовила. Может, готовила давно, но уже не помню как. Что зачем. Ну, я решила, что нужно это все просто перемешать. Добавлю я уже сюда смесь ванильную. По чуть-чуть добавлять. Все это перемешаем. Вот. И что. Посмотрим, что у нас получится. Пахнет ванилинчиком. Вообще, я почитала состав. Состав там нормальный. Меня вполне устраивает. Там все натуральное. Разрыхлитель. Сода. Соль. Сахар. Лука. Пшеничная. В общем, все нормально. Ничего там такого нету плохого в составе. Ну, вообще, вот этот фильм Акудов. Мне нравится. Выпечка из нее. Просто иногда часто бывает, я готова. Я уже покупаю выпечку. И сама не пеку. Ну, сейчас, например, жара. Просто духовку лишний раз включать и не хочется. Но ночью, я думаю, можно. Я просто решила попробовать этот кекс взять. Сделать со мной. Так. В общем, вот так вот все это перемешиваю. Вроде бы ничего так пока получается. Сейчас я вот это все перемешаю и дам постоять еще минут 5-10. Но тем временем, как раз, включу духовку, пока она прогреется. И все. Будем выпекать 40-45 минут. Это если кекс. Можно делать маффины из этого тоже. Маффины там где-то 25-30 минут выпекаются. Потому что они маленькие. Но у меня будет кекс. Сейчас я посмотрю по объему, какую форму взять. Вроде объем такой получается небольшой. Но, возможно, оно будет чуть-чуть подниматься. Немножко поднимется. Поэтому надо взять такую форму, чтобы оно не было прям до самых краев. Сейчас посмотрим. Пахучий. Пахнет ванилинчиком. Действительно такой вот смесь хорошая. Так. Ну, все. Я перемешала. Вроде все равномерно перемешалось. Потом я еще перемешала. Я сразу сюда добавлю уже изюм. Пусть оно постоит уже вместе с изюмом. Хочу с изюмом. Я люблю кекс, когда в нем есть изюм. Кто-то изюм не любит. А я попробую сделаю с изюмом. Надеюсь, это ничего не испортит. Должно получиться все очень хорошо. Ну, все размешалось. И все однородная масса получилась. Все нормально. Нету никаких комочков. Все хорошо. Так. Ну, все. Пускай теперь оно постоит. А я пока духовку сейчас включу. И посмотрим сейчас, какую формочку взять. Может быть, я одноразовую возьму. Возьму формочку, в которой делала полкило запеканки. Посмотрим сейчас. Девочки, сделала я вот такую формочку. И я покупала ее в фикс прайсе. И вот, мне кажется, этот объем подойдет. Ну, сейчас проверим. Выложу я всю эту формочку. Духовку я включила. Духовка разогревается пока. Посмотрим сейчас, как этот объем сюда войдет. Нужен войти. На глаз смотрю, вроде должен. Да, нормально. Сейчас разгладим. Половину формочки занимает. Даже если оно поднимется, будет ничего. Будет нормально. Все хорошо. Девочки, формочку предварительно можно смазать. Но я решила попробовать ее положить не смазанную. Потому что здесь, я думаю, достаточно сливочного масла. И оно не должно прилипнуть. Ну, вот заодно и проверим, да. В общем, выпекать будем при температуре 180 градусов 40-45 минут. Обычно я посмотрю, как подрумянеется. Тогда уже готово. Девочки, прошло только 10 минут, как я поставила в духовку кекс. И он уже, я смотрю, выровнялся, чуть приподнялся и подрумянился чуть-чуть. Ну, я немножечко убавляю духовку. Потому что у меня стояло на 200, сейчас ставлю на 180 или вот 175 примерно. У меня неточная духовка. Но хотелось бы, чтобы оно пропеклось внутри, а не только поджарилось. Буду наблюдать. Прошло, девочки, уже 30 минут. Смотрите, как поднялся кекс. Вот поэтому, да, действительно нужно брать формочку такую, чтобы было кексу куда подниматься. Вот он уже такой высокий стал. Я убавила, поставила. Ну, у меня, видите, приблизительная температура. Ну, где-то 160-170, я думаю. Потому что, чтобы оно не подгорало. Пускай поднимается, выпекается, запекается. В общем, ждем. Все, девочки, прошло 40 минут. Я достала кекс, я думаю, что 40 минут достаточно. Ну, пускай теперь он остывает. Когда остынет, тогда я буду пробовать его. Все утро тут во дворе у нас прыгает, летает где-то сорока и прямо кричит-то громко. Кстати, остальных птиц я почему-то не слышу. Сорока всех разогнала, распугала, что ли. Очень громко она прям тут щебечет. Всех, наверное, людей разбудила. Вон она полетела. За ветками не видно. Девочки, уже прошел час. Кекс у меня почти остыл. Немножко он теплый. Я сейчас хочу посмотреть, он выйдет вообще из формочки или не выйдет. Попробую вот так. Возьму досочку. Вот так вот я это все хочу перевернуть. Оп. Ну, выходи. Вышел. Немножечко тут прилипло. Ну, можно было бы, конечно, смазать, но вот что-то я решила не смазывать. Так, ладно, давайте отрежем кусочек. Пора уже попробовать. Прям не терпится мне попробовать. Он такой рыхлый, хорошенький. Хорошенький, рыхленький. Так. Все, сейчас попробуем. Положила я кусочек вот на тарелочку. Смотрите, какой он весь рыхлый такой, хорошенький кексик. Корочка я попробовала. Она уже такая хрустященькая. Девочки, пока у меня остывал кекс, я уже остудила, процедила компот и разлила по бутылкам. Кстати, вот эти две стеклянные бутылки литровые, они как раз в стадии. И вот еще наполнила вот эту вот емкость. Тоже можно ее оставить в холодильник. Компот вкусненький получился. Давайте попробуем кекс. Кекс я прям чуть-чуть попробовала, маленький кусочек. Корочка хрустящая. Очень вкусная и в меру сладкая. Самое главное. Ммм. Воздушный кекс. Очень вкусненький. Надо будет Насте оставить. Настя к завтракам не придет. Он невероятно вкусный. Приятно такой кексик покушать на завтрак. Вместо овсянки кекс будет. Ну все, девочки. Я, собственно говоря, все сделала, что хотела. Сейчас еще стирку запущу. И пока поотдохну, потому что еще рано. Время еще только 7 часов, еще без 15. Пока включу телевизор и буду смотреть телевизор. А это видео, девочки, коротенькое. Хочу я сейчас закончить. Смонтировать вам его. Чтобы вы у меня тоже посмотрели его вовремя. без задержки. Потому что у меня сейчас такой вот кризис. Небольшие задержки происходят. Мало событий. Мало событий. В основном я дома. И, в общем, ничего особенно такого интересного не делаю. Обычная рутина ежедневная. Вот. Все, девочки. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. пишите комментарии. Подкидывайте темы какие-нибудь мне для съемок. Если что-то вам интересно, будем снимать вместе. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok